привет сегодня видео у меня будет обзор на посылку из магазина эстетик nails расскажу и покажу вам все материалы также тестирование на клиентов и так краткое содержание подставка для рук жидкий полигель монами есть пленки для ногтей краска для аэрографа гель-лак полигель гель-лак все ссылки будут в описании под видео и я начну с самого главного это с подставки для рук мягкая часть ее выполнена из эко кожи мягкая для того чтобы клиентам было удобно поспать и облокотиться ножки у подставки белые в магазине есть разных цветов что касается размеров высота ее в районе 19 сантиметров ширина примерно 36 сантиметров точно вам не скажу но она довольно таки большая вот лампа свободно помещается и если кто работает с настольными вытяжками давайте еще раз поточнее покажу внутреннюю высоту 14 с половиной сантиметров внутреннее пространство очень многие мастера работают с такими подставками когда делают спиливание материала и маникюр ставят туда вытяжку под нее вентилятор располагается вот здесь клиент получается держит руку как раз над вентилятор после этого вытяжка убирается и устанавливается лампа клиент поочередно кладет руку для работы на подставку другую убирает в лампу затем руки меняет подставка обеспечивает мастеру и клиенту удобства в работе и экономичное использование пространства тут надо заметить что если кто привык работать без подставки возможно вам будет и неудобно это все дело привычки вот например я не люблю даже когда клиент и без подставки но задирает руку высоко я все равно его руку стараюсь ложить на стол но это скорее всего связано со съемкой я так работать привыкла попробовала с этой вытяжкой руки у меня сами по себе не длинные у меня рост маленький и поэтому для моего удобства возможно есть смысл укоротить эту подставку что сделать совсем не проблематично потому что она выполнена из дерева сделана подставка довольно добротно она устойчивая качественная удобная мягкая приятная на ощупь я уверена что ваши клиенты смогут выспаться на славу телеграм часто задают вопрос где купить оригинальный аппарат или другое оборудование покупать и на эстетик нэс не ошибетесь магазин сотрудничает только с официальными представителями до 23 апреля воспользуйтесь промокодом авери 3 он на экране сейчас и получите скидку в 10 процентов на все кроме того сейчас идет акция на продукцию одри коко скидка 20 процентов бренды фокси и муднейл участвуют в акции два товара берете а третий в подарок загляните в описании под видео и воспользуйтесь предложением кисть это важный момент в работе мастера маникюра сейчас объясню почему до этого я заказывала в магазине эстетик нэйлс вот эту кисть так а уже все стерлась это тнл четвертый номер и она стала в тот момент моей самой любимой ровные очертания позволяли очень близко наносить базу и гель-лак под кутикулу а также эта кисть отлично подходит для работы с полигелем потому что она упругая плоская хорошо продавливает материал даже самый густой полигель поддается этой кисточке единственное для чего эта кисть не подходит это выкладка гелем но я как-то умудрялась долгое время ей работаете кто смотрит мой канал вы видели что я этой кисточкой и гель выкладывала но говорила что она продавливает мягкий материал поэтому ведь желательно все-таки более мягкими кистями выкладывать вот и наконец-то я сподобилась заказала мягкую кисть сейчас я вам показываю от рунейл шестой номер синтетика гелевые материалы предусматривают работу с искусственным с искусственными кистями а водорастворимые краски с натуральным ворс к сожалению на сайте не совсем понятно какой размер кисти там есть кстати отзывы можно посмотреть фотографии но все-таки по пропорциям по фотографиям не совсем понятно что за кисть перед тобой и очень хорошо что я делаю обзор чтобы вы как раз и поняли наглядно что это размер и чего так и где так вот шестой номер для нашей с вами цели для выкладки геля она не совсем подходит она крупная последнее время очень много было вопросов вот по этой кисти это в принципе смысл один и то же единственное что здесь у нас четвертый номер а это вот шестой так что поимейте ввиду вот четвертый номер она просто идеальная ей можно опять же и базу и гель-лак нанести если ее вот так приплюснуть давайте я на этой кисти буду показывать вот если ее приплюснуть она тоже самое будет плоская никаких здесь торчалок нет она ровно нанесет материал под кутикулу базу нанесет гель-лак нанесет но из-за того что полотной кисти длинная она не обладает упругостью слишком гнется в общем более удобный удобный размер как раз поменьше из-за этого она будет и более упругая и например при работе с мизинцем ее размер будет как раз достаточен для мелких ногтей поэтому еще раз повторю берите четвертый номер вы меня последнее время часто спрашиваете про кисть какая кисть какая кисть вот я вам объясняю на сайте эстетик нэйл ссылку я оставлю только выбирайте четвертый номер вот этот жидкий полигель 2 номер чисто белый жесткий материал я заказала не случайно потому что до этого в руки мне попал из этого же магазина жидкий полигель 8 номер и он сразу стал моим любимым материалом сейчас я еще раз его покажу это нюдовый с блестками им очень удобно было работать и просто сделать покрыть нанести топ и отпустить клиент и выравнивание и baby boomer и много здесь его самое главное вот уже прошло довольно таки много времени с прошлого обзора у меня этот материал еще остался поэтому я купила белый цвет у нас впереди лето белый цвет летом очень хорошо пользуются спроса потому что будут заказывать и неоновые цвета а неоновые лучше наносить на белую подложку и неоновые пигменты и просто не просто яркие гель-лаки в общем специально с этой целью я заказала белый полигель ну молочным сейчас нюк никого уже не удивишь молочные он у всех наверное уже есть а мне захотелось именно белый попробовать покажу его консистенцию потестировала на клиентах и хочу вам сказать что это неоднозначный материал во первых из-за плотного пигмента нужно обязательно смотреть что ваша лампа точно его просушит не стоит наносить его в очень толстый слой а если не наносить в толстый слой то могут быть проплешины особенно если вы не очень ровно снимете предыдущий гель на нем будут бугры и вот эти вот бугры как раз будут видны при использовании вот этого материала кроме того его густота не позволит очень близко подвести материал под кутикулу если вы немножечко оттяните к центру ногтя тогда все равно будет резкий переход от нюдового цвета к белому то же самое про боковые валики в общем для меня этот материал неоднозначный и я бы его посоветовала использовать только в том случае когда нужно делать потом дизайн и как раз этим дизайном возникшие неровности можно и закрыть тогда да тогда этот материал отлично подходит белый гель-лак не нужно уже после него использовать вот укрепили ногти сделали выравнивание опять же повторюсь относительное получается выравнивание он не очень хорошо выравнивается в тонкий слой а в толстый слой я уже повторила наносить его опасно он может не просохнуть в общем это тот материал которому нужно приспособиться но и тем не менее я его уже часто использую как то так вот получается что клиенты сейчас спрашивают светленькие дизайны и он мне подходит и дальше мы плавно переходим к белому гель-лаку от той же марки монами я на нее обратила внимание я ее полюбила можно сказать благодаря вот этому 8 обязательно его попробуйте когда он у меня закончится я его закажу повторно во первых пузыречки смотрите какие приятные матовые стеклянные и так здесь у меня гель-лак монами 2 номер 8 грамм белый я уже озвучила причину почему белые заказу потому что сейчас в лето он пойдет на расхват ну и еще одна причина то что мы в телеграме обсуждаем частенько задают вопросы чем рисовать френч какой гель-лак взять для прорисовки френч я предпочитаю именно гель-лаки потому что в отличие от красок они на мой взгляд лучше держатся гель-краска это еще тут бабушка надо рассказал их тоже надо проверять с каких-то гель-красок и скалывается топ какие-то сами гель-краски скалываются с кончиков ногтей а гель-лаки они лучше носятся на мой взгляд поэтому я предпочитаю гель-лаки и для этого нужно брать именно плотные цвета плотные именно для этих целей я и взяла вот этот экземпляр чтобы проверить на предмет френча тема белого цвета видимо будет доминировать в этом видео потому что тадам это тоже белый полигель почему белый я вам уже опять объяснила лето также он мне интересен в качестве выкладного френча чаще мы покупаем молочные полигели они хорошо просыхают и жесткие а вот к белым полигелем у меня есть вопросы мне как-то попался первый раз у самый первый полигель белый который мне попался он после полимеризации полимеризации оказался очень мягкий вот то есть нарасти улыбку из этого белого френч я нарастила но потом когда я стала делать опил я смотрю а он гуляет туда-сюда это было вообще не серьезно это просто я лучше это брак вот то есть нужно если вы практикуете выкладные френч что нужно знать какой белый именно не молочный а белый полигель остается жестким поле после полимеризации и просыхает также мне хотелось делать baby boomer не молочным а белым так что после молочного baby boomer а все-таки не такой контрастный переход кончик ногтя молочный хочется прям ярко белый я попробовала с этим полигелем сделать baby boomer но сам переход момент градиента место растяжки у молочного полигелем происходит более плавно а вот с белым полигелем приходится повозиться чтобы сделать переход равномерно так белая тема нас отпустила теперь мы переходим к ягодкам почему фокси потому что как-то часто вы мне его рекомендуете в комментариях хвалите его по цене он бюджетный но я ни разу не сталкиваю с гель-лаками этой фирмы поэтому вы меня достали в хорошем смысле слова вот я его заказал почему красный потому что последнее время и меня что-то тянет кра на красное если вы заходите в мой телеграм то видите что у меня последнее время часто подборки в красных ягодных тонах клиенты у меня после нового года один за другим один за другим шли с красными цветами а я видимо это заранее почувствовал поэтому и заказал вот эти цвета так это вот такой приглушенный ягодный мне хочется его ягодным называть вы можете конечно назвать как-то по-своему у меня вот такие ассоциации это каучуковая основа действительно хороший гель-лак укрывистый в один слой покрывает ногти и при этом его каучуковая основа позволяет еще и выравнивание сделать действительно замечательные гель-лаки я вам также как и многие мои зрители советую его попробовать тем более цена у него вполне бюджетно краска для аэрографа если кто помнит я приобрела на алиэкспресс аэрограф а до красок я так и не добралась но мне очень хотелось сделать градиент и я делала его гель-лаками я смешивала со спиртом то есть получался спиртовой состав с пигментом нужным мне но там еще была гель-лаковая составляющая конечно это было неудобно потому что гель-лак забивался вот боковые валики тут проблемка была конечно с этим плюс в том что ты можешь сделать градиент тем цветом который нужен у нас огромный выбор цветов гель-лаков а вот красочек тут проблемы уже немного это конечно не совсем здорово в плане дыхания но я-то работаю в маске но все равно не очень это хорошая идея конечно градиенты гель-лаками а до красочек я так и не добралась потому что увлеклась другими дизайнами там китайской росписью или еще чем но у меня этот аэрограф так и лежит я периодически смотрю на дизайны с аэрографом они мне очень нравятся я не оставляю эту идею когда-нибудь освоить аэрографию и вот наконец мне предоставилась такая возможность а почему я выбрала именно этот цвет я также сказал потому что и моих клиентов что-то тянет на красненькое и меня что-то тянет на красненькое а уж в сочетании с белым цветом я вообще думаю будет прекрасно вот вот И вот мы теперь добрались до пленок. Знаете, иногда скидывают фотографии в телеграм и спрашивают, а как это сделать? Типа думают, что это можно нарисовать или сделать какой-то текстурой или еще что-то. Но фокус в том, что некоторые дизайны там выполнены именно за счет пленок. И вы никогда не нарисуете так, как вот на фотографии. И это, кстати, здорово, потому что пленки позволяют укреплять ногти быстро. И при этом сразу с дизайном. А, ну да, и тонко еще. Потому что структура этой пленки, она прочная. И она укрепляет ногти как раз. Чаще всего я видела использование этих пленок в педикюре. Потому что там как раз требуется тонкое покрытие. И выполняются эти пленки, видите, как раз с учетом того, что это будет клеиться на широкие ногти. Я пока еще не пробовала. Я смотрела обзоры, видела фотографии. Мне эта тема нравится. Идея мне это нравится. Дизайны, как получается, нравятся. Ну, вернее, это уже готовый дизайн. Здесь есть инструкция. Подготовьте, обезжирьте ногтевую пластину. Нанесите базу и просушите. Снимите липкий слой. Выберите необходимый размер пленки и снимите ее с подложки. Нанесите пленку на ноготь, прижимая по центру ногтевую пластины. Немного натягивая. Так как это пленочка, она тянет. Тянется. Ноготь у нас не плоский, естественно. Чтобы не было залома, нужно потягивать по центру и распределять. Аккуратно разгладьте наклейку в районе кутикулы и по бокам. Используя копытце для маникюра или апельсиновую палочку. Если у вас получится залом, оттяните пленку и уберите заломы. Пленки достаточно эластичные и их можно потягивать. Итак, пленочку нужно убрать со свободного края, запилить. Сверху укрепить ее базой и дальше уже закреплять топом. Я хочу сейчас проверить эту пленку на растяжимость. Вот до какой степени ее можно оттягивать. Для этого я использую одну пленочку. Использую, как испорчу. Вот так вот беру ее и тяну. О, слушайте. Она довольно-таки хорошо тянется. Если вы боитесь, что вы ее порвете, смотрите, она довольно-таки хорошо тянется. У меня сейчас на ногтях нет покрытия никакого. Ну и маникюра нет покрытия. Мне просто интересно и не терпится распределить эту пленку по ногтям. Сейчас я подберу размер. Конечно, это сейчас будет временный вариант, потому что пленку надо наносить на базу, если нужно долговременное покрытие. А, кстати говоря, если вам нужно не долговременное покрытие, а, например, быстрое... Да что такое? Она прям магнитится, видите, да? То можно эту пленочку накрыть без базы, приклеить на натуральный ноготь, покрыть сверху топом и все. Я думаю, что дня 3-4 она должна продержаться. Мне кажется, я выбрала не тот размер. Самой себе не очень удобно это делать. Приклеиваем к кутикуле. Вот здесь вот, если на клиенте, то держим. Натягиваем. Вот здесь вот натягиваем, чтобы заломов не было. Расправляем все. Да, не тот я размер выбрал, но ладно. Это был чисто эксперимент. Дальше вот так пилочкой. С края счищаем, ну и все. Вот тебе и готовый дизайн. Да, ноготь остается тонкий при этом и эластичный. Я вообще думаю, что это хорошая идея использования этих пленок. Единственное, что нужно закладывать стоимость в маникюр. Детям, кстати, если детишки просят сделать им маникюр, тоже неплохая, кстати, идея. Наклеить, и они будут счастливы. Я сейчас попробую, как снимаются. Если детям наклеивать, нормально это все снимается. Для детей вообще порей красно. Это нормально девчонки тянется. Так что даже на самые выпуклые ногти эти пленочки отлично подойдут. И в заключение еще раз хочу показать дизайн с использованием жидкого полигеля белого от Monami. Несмотря на то, что он тяжело выравнивается, я его часто теперь использую в своей работе. Вот, например, как сейчас, основу под пигменты. Полигель просушила все пять ногтей. Дальше на дисперсию наношу пигменты, растушевываю их и еще раз сушу в лампе. После этого смахиваю кисточкой, прохожусь по торцам, точно так же, как мы работаем с софтиркой. Наношу рисунок. Использовала матовый топ для того, чтобы добавить черные частички. И дальше покрыла глянцевым топом с объемным белым дизайном. Напоминаю, что ссылки на магазин Esthetic Nails находятся в описании под видео. Я вам желаю творческого вдохновения, хорошего настроения. Всем пока!